здравствуйте дорогие наши друзья и уважаемые подписчики вы на канале акваграду с вами ведущий андрей сегодня у нас окончательная дробная перегонка нашего спирта сердца очищенная практически полностью очищена от головных и переходных фракций прошлых видео мы с вами делали на основе 10 килограмм ржаной муки мы делали постановку браги на пароводяном котле спирт сырец мы отбирали дробно я дробил на тело 1 и тело 2 в тело 1 как я уже говорил попадают и львиная часть головных и переходных фракций но в ней нет практически аромат и после того как я с первой части выжал весь полезный спирт я его добавил наше тело 2 и сейчас вот я имею 10 с половиной литров спирта сердца крепость я замерил получилось порядка 32 градусов не само очень интересно потому что запах сердца он замечательный когда сливал я после перегонки когда все остыло отработавшую борду с пароводяного котла запах был знаете как будто я попал в пекарню ржаного хлеба вот ржаной хлеб приносят корочку но это замечательный вкус еще если чесночком намазать сальцом я самому не терпится посмотреть на результат что же получится поэтому давайте приступим заливаем сырец в наш перегонный куб и включаем на нагрев а далее пройдусь по аппарату друзья когда вы используете такой нагрев как тен обязательно учитывайте что в процессе перегонки вы будете отбирать какое-то количество жидкости и чтоб не произошло оголение тена необходимо либо работать с большим количеством спирта сырца либо все таки что я считаю нежелательным на зерновых развести его просто добавьте 2-3 литра воды чтобы быть уверенным что тен не оголиться я буду использовать свою любимую медную царгу вниз я поставил насадку панченкова и засыпал примерно еще сантиметров 10 медных колец желательно конечно использовать насадку панченкова медную тоже медь дает замечательный результат на второй перегонке также то есть продукт получается более мягкий и также мы используем свойства меди и его повышенная теплопроводность за счет повышенной теплопроводности у нас еще идет частичная дефлегмация это дает нам возможность меньше захватить хвостов но при этом аромат сохраняется замечательно на этапе отбора голов я одену утеплитель на медь мне как раз в этот момент никакая никакое укрепление дополнительно никакая дефлегмация не нужно головы я буду отбирать с отключенным дефлегматором то есть на прямотоке они там немножечко есть мы конечно не полностью сто процентов отобрали головы и наверное какая-то часть переходных тоже осталось и сейчас мы будем отбирать уже по ароматике как только я увижу что меня все полностью устраивает будем отбирать тело и вот я знаете до сих пор думал на какой температуре на какой температуре вверху и на какой спиртозности я буду отбирать это тело все таки решил на 85 градусах это делать для этого мне необходимо температуру вверху контролировать 80 градусов почему на 85 потому что если я встречаюсь обычно с ароматными дистиллятами но вот ячменный он менее жирный там можно отбирать на 80 не будет опалисенции кукуруза на 80 не получается получается при разведении до 40 опалисенция на 85 уже этого эффекта нет поэтому давайте чтобы все-таки в кадре у нас получился все-таки красивый напиток мы сделаем на 85 крепости дефлюрматор рубашечный только рубашечный для ароматных перегонов кожах отрубные для ароматных я не использую кожах отрубные используется только для крепких когда нужно большое укрепление когда нужен почище продукт для любителей водки для любителей спирта жду 80 градусов и буду настраивать на покапельный отбор при этом вода будет подаваться только на холодильник дефлегматор к воде не подключен я буду в режиме прямо тока по капельно отбирать головы в принципе я думаю что полчаса по капельной отберу дальше я попробую на запах если мне все устраивает начнем отбирать тело а вот тело уже будем контролировать верху температуру чтобы она не подымалась выше 81 градуса как только она опускается будут добавлять буквально по капельный режим на дефлегматор много не надо естественно сниму утеплитель тело будем отбирать примерно до 92 градусов баки опять же ориентироваться на аромат как только я услышу что пошли хвостовые фракции можно конечно попробовать придушить придушить дефлегматором но как только мне не понравится начнем отбирать хвосты и еще с данной перегонки хвосты и головы так называемые я не выливаю я и зацикливаю на следующей партии такого же спирта сорта я обязательно думаю что буду делать еще такие же напитки потому что очень понравился мне запах сорта и думаю напиток тоже получится достойный вот на такие напитки я собираю вот этих вот эти головы и хвосты и потом их добавляю получается называется это болото в принципе в нашем в нашем деле мы и спирт не теряем товарный и получается аромат отлично через полчаса я попробую на запах обычно мне уже все нравится сейчас если попробовать достаточно ну резкий резкий немножко запах хотя уже чувствуется запах зерна зерновой итак друзья за пол часика отобрал примерно миллилитров 300 можно уже понюхать что на запах головных нет переходных принципе я тоже не слышу слышу хороший аромат вот такой хорошего мягкого дистиллята давайте все таки уже приступать к отбору тела вот друзья вот такой подачи на дефирматор пока дал этого принципе достаточно потом конечно же подача будет больше потому что со временем как по мере роста температуры в баке будет пытаться расти вверху температура и чтобы и удерживать приходится добавлять все больше и больше и концу перегонки здесь уже будет такая достаточно тоненькая струйка но она будет непрерывная я уже отобрал два с половиной литра нашего очень ароматного тела в баке сейчас переключилась 91 я начинаю уже в этот момент нюхать я уже слышу на заднем плане легоньки вот эти тоже хвостики они конечно не такие если бы мы не дробили не отбирали изомильные спирта они пахнут немножечко вот таким вот ну какой-то несвежестью я бы так сказал они очень отчетливо слышатся когда мы сливаем отработанную борду и отбираем хвосты уже когда будет смотрите друзья насчет воды помните я включал на дефлегматор вначале практически по капельный отбор и вот к концу перегонки у меня уже идет вот такая струйка палец держать долго невозможно вода такая градусов 50 не меньше идет при этом я практически весь перегон вверху колонной держал температуру 80 но вот сейчас она уже выросла до 81 и 2 и подачи воды на дефлегматор на рубашный уже особо не помогает если у вас цель именно держать эту температуру до конца перегонки надо большее количество насадки у меня цель получить максимальный аромат и то что сейчас спиртуозность опустилась до 80 это абсолютно ничего страшного я надеюсь на полисенцию это никак не повлияет но я думаю что мы все-таки до 92 градусов баки и на этом прекратим лучше я чуть-чуть раньше отрежу наше тело получу как говорится чуть меньше но зато лучше я еще раз понюхаю может уже стоит и сейчас прекратить и но очень ароматный притом знаете уже идет не ржаной этот вкус а вот даже какой-то солодовый он здесь есть но интересно конечно попробовать жду сам с нетерплением дегустации что же у нас получилось из ржаной муки друзья бывают и у нас на съемочной площадке какие-то казусы и огрехи и вот в данный момент я просто забыл снять утеплитель вся перегонка была с утеплителем это в принципе не так страшно не было конечно дополнительной работы царги не было воздушной дефлегмации как только я снял у меня конечно же дополнительно пошла это уменьшилось немножко температура вверху но как говорится и здесь бывают какие-то казусы в своих перегонках конечно же после того как я отберу головы с утеплителем я утеплитель обязательно снимаю и и даже делаю помещение температуру окружающую как можно прохладнее даже бывает открываю окно но нельзя допускать сквозняков если будет сквозняки был ветер будет дуть непосредственно аппарат будут вот эти срывы никому не нужные итак друзья 91 и 8 мне уже ну скажем так не то чтобы совсем не нравится но я слышу хвостики их немного но не хочу портить я принимаю решение пока я выключаю хвостовую часть сюда вот эту головную я отберу чуть попозже а сейчас разведем то что у нас получилось а предварительно конечно же замеряем все-таки какая у нас пердозность всю перегонку я держал от 80 до 81 одного подымать температура 81 добавлю на дефлегматор 80 а так вот она гуляла я думаю что будет среднее между 80 и 85 в струе сейчас мы это замеряем точно и разведем с вами половинку грубо говоря для дегустации примерно 84 с половиной покажет ариометр 21 1 температура у нас получилось 84 градуса сейчас я разведу пол литра для этого я посчитаю сколько мне нужно взять воды и добавить туда сколько нашего 84 градусного я буду разводить до 38 градусов в это спиртозность настоящего хлебного вина я возьму 84 градусный наш продукт 230 миллилитров спирта 290 миллилитров воды и у нас получится 510 полная бутылочка практически замечательный абсолютно прозрачный чистый кристально чистый напиток настоящее ржаное хлебное вино я дам полчасика отдохнуть больше к сожалению не получится на самом деле лучше конечно дать отдохнуть пару недель стекли охлаждать я бы не буду хоть немножко достаточно тепленькие произведения но ничего страшного обычно чем теплее тем лучше слышно ароматы итак друзья первое ощущение запах яркий скажу что он достаточно ярче он другой так как мы делали там солодовые вещи пшеница зерно ячмень кукуруза здесь свой запах он особенный он конечно же не полностью стопроцентный такой как знаете хлеб он ну кто делает зерновые напитки он знает что запах он преобразуется он вот кукурузный бурбон он не пахнет стопроцентной кукурузой как мы привыкли в вареном виде а это такой томный своеобразный нежный мягкий округлый запах ячмень у него свой запах и здесь достаточно резкий достаточно яркий но в то же время достаточно мягкий запах наверное скорее всего на любителя потому что многим как он может очень понравится так многим наверно может и не понравится потому что вот такие вот яркие такие резкие запахи они водка находит как своих поклонников так и можно сказать не любителей давайте попробуем первое ощущение очень мягкое и очень богатое послевкусие есть есть какая-то легкая горчинка с очень с очень мягкостью такой округлой а послевкусие черненького хлебушка черненького хлебушка корочки корочки черненького хлебушка это это действительно настоящее вино я бы сказал что это но это хлебное вино я бы так и назвал бы наверное по другому никак не скажешь очень мягко это ближе к дистиллятам все таки потому что чувствуется вот эта вот мягкость какая-то и когда вот выгоняется на прямо токи там своя мягкость есть вот здесь хоть мы его отбирали на 85 градусах и недавно развели оно еще не отдохнуло буквально полчаса прошло я приготовил закуску знаете вот накидываться на закуску не хочется вот иногда напитки разбираются их не полный вкус наверно на вторую на третью по первой кому как кому мягко заходит кому жестко когда употребляешь вторую третью понимаешь что это твой напиток или нет но очень да мне нравится запах я скажу что лично мне нравится он и я даже знаете что хочу сказать это напиток для употребления даже можно сказать в белом виде так чтобы он просился на щепу или в бочку можно но для белого употребления он замечательный он хорош ну давайте как говорится попробуем очень вкусно могу сказать очень вкусно друзья бой есть возможность обязательно сделайте напиток мало того этот напиток можно копить как в виде вот такому так можно допустим купаж делать добавлять его как ароматическую ароматическую составляющую для каких-то других дистиллятов наверняка возникнет вопрос как и у меня в принципе он возникает часто солод горячее осахарение холодное осахарение кодзи или ферменты бытует мнение что на кодзях пахнет каким-то я не знаю как пишут канализация или еще что нет этого нет единственное отличие все-таки сырец код на кодзи он достаточно имеет большую кислотность и напиток чтобы он обладал каким-то плохим вкусом опять же если он правильно выгнат если он сделан хорошо и солодовые дистиллят они просто разные они нельзя вот здесь этот напиток сделан полностью на ферментах сказать что какой то есть такое вот яркое отличие что вот я могу отличить это сделано на ферментах а это сделано на солоде методом горячего сахарения я скажу на солоде только потому что я услышу запах солода самого вот это я услышу здесь была мука более чистый как говорится более чистый крахмал но чтобы как-то ферменты или дрожжи или давали свое такое вот вау колоссальный вкус нет я такого не скажу все-таки больше влияет на вкус прежде всего сырье и каким способом она была выгнана как была выгнана на какой крепости как боролись с переходными фракциями как отобраны головы и как вот именно подрезали хвосты чтобы получить как можно больше среднего ароматного тела вот это да это больше влияет ну все друзья как говорится за ваше здоровье всем удачи всем хорошего настроения ставьте лайки если вам не жалко подписывайтесь на наш канал и если вам что-то непонятно пишите в комментариях обязательно обсудим всем пока пока и и и и и и